Доброе утро! Ой, слушайте, какой морозный пар изо рта идёт. С утра минус один. Машины все в Ине. Но уже сегодня днём обещают плюс семь. Завтра плюс двенадцать. Мы сегодня с Яночкой вместе идём работать. Она вчера целый день просидела дома одна. А сегодня будет со мной весь день миром. Вот, сегодня я наконец-то на своей машине. Всё, мужу вчера всё починили. Так что садимся. Ой, какая она вся мокрая. И во льду. Янка, не рисуй на стёклах. Давайте прогрею тогда машину и там увидимся с вами. Всем ещё раз привет, мои хорошие. Как вы видите, мы уже с Яной всё здесь на работе. Приехали нормально. Машинка прогрелась. С моей стороны, где магазин, пока ещё солнышка нету. Поэтому там холодно и прохладно. Но с другой стороны, уже во всю светит солнце. И я уверена, что сегодня будет очень-очень хороший день. И вам желаю, чтобы у вас сегодня был супер день. Чтобы всё у вас получалось. И чтобы настроение у вас было самым-самым классным. Что я вам хотела показать. Вчера я говорила, что мне моя мама передавала таблеточки, которые она в Италии купила. На самом деле, мне известны эти таблетки. Но в Беларуси, как я поняла, они не прошли перерегистрацию. Поэтому у нас сейчас их здесь купить нереально. Но в Европе они без проблем продаются. Причём без рецепта. И действительно, вчера я выпила сразу, когда мне Дима их привёз. Потом выпила на ночь одну. И вот сейчас с утра выпью кофе здесь на работе. Выпью третью. Я на самом деле чувствую себя намного лучше, чем я чувствовала себя вчера. У меня был ужаснейший насморк. Я всё время чихала. У меня болела спина. У меня болело горло. Сейчас ничего из этого я не испытываю. Давайте я вам покажу. Возможно, кто из вас живёт в Европе, вы знаете эти таблетки. Либо кто-то из вас может заказать себе из Европы такие таблетки, чтобы лежали в аптечке. И в первые признаки заболевания вот так вот их надо пробить. Это нурофен, ребят. Ну, рофен. Из основных компонентов, которые входят в состав здесь, и бупрофен. Но также есть и другие дополняющие вспомогательные вещества. Действительно хорошая вещь. Мне понравилось. И знаете, что я заметила? Мало того, что я говорила, у меня такая была мышечная боль в спине. Горло болело сильно. И вот оно прошло. Что меня удивило? Я редко верю в то, что от таблеток может пройти насморк. То есть здесь, после этой таблетки, насколько у меня вчера без установки тёк нос, я не могла ходить без вот салфеточки. Когда я выпила эту таблетку, через полчаса вот где-то началось её действие, у меня пропал насморк. Я абсолютно нормально задышала. У меня ничего не текло. Всё было замечательно. Всё. Выговорилась. Посоветовала вам. Возможно, вам это тоже будет полезно. На себе испытала. Показываю вам результат. Действительно работает. И пойду сделаю себе чашечку кофе. Ещё раз всем привет, мои хорошие. У нас уже район обеда. Такое солнышко на улице. Янка только что одела ролики и поехала кататься тут перед магазином. Я буду следить за ней. Я решила включить камеру. До этого я ничего не снимала. Точнее, я снимала. Мы попытались с Яной для её канала снять видео. Вот по этой книжечке, что мы покупали. Слаймы, вот эти лизуны. В общем, Яна и в магазин сбегала, и всё купила, и так активно начала всё делать. Но в итоге ничего у нас по этой книжке не получилось. Никакого слайма не вышло. Вышла какая-то непонятная, мерзкая, тягучая жидкость. Причём там много, столько было добавлено и пены для бритья, и освежителя воздуха, что у меня до сих пор аж подташнивает от этих запахов. Я уже и окно открывала, и двери, проветривала магазин. В общем, дурдом полный, не знаю, как вообще эти слаймы делать. Ну, я понимаю, там надо было какой-то тетраборат натрия, который вроде как должен продаваться в аптеке, а в наших аптеках он не продаётся. И я думаю, что именно из-за этого у нас ничего и не получилось. Так, Янка возвращается, а я делаю заказной букетик. Заходил молодой человек, он сегодня едет в аэропорт встречать своих знакомых, и приезжает очень утончённая, очень симпатичная девушка, мне показал фотографию, и попросил сделать небольшой букет-комплимент для встречи в аэропорту. Всё, ты накаталась? Не, не накаталась. Какие цветы я выбрала? Кстати, самое интересное, из всего букета он выбрал только одни цветы, которые сказал, чтобы обязательно были в букете. Это... Та-дам! Йеллоу Мондиаль. Ребята, он сам сказал, хочу эту розу. Также я выбрала сюда, уже дальше сама выбирала, вот такую вербочку. Выбрала сюда две альстромири, нежно-нежно-розовые. Также веточка лимониума. Что ещё? Скимия. Две веточки. И добавлю для аромата лаванду, пару таких сухих веточек. А также взяла лагурус. Видите, такой разноцветный, розовый, сиреневый, зелёненький. Для чего? Потому что он попросил, чтобы даже, исходя из того, что особо нету весенних цветов в букете, он попросил, чтобы всё равно букет смотрелся по-весеннему, нежно и легко. Я думаю, что как раз вот именно лагурус или лагурус с этой задачей справится. Всё, сейчас давайте прямо перед вами этот букетик я сделаю. Упаковывать, ребят, не буду. Сейчас, по крайней мере, вряд ли вы увидите упаковку, потому что упаковать мы с ним договорились просто в кулёчек бумажный, потому что, ну, он не любит упаковку вот этой пышности, массивности. Он говорит, я хочу, чтобы это всё было очень лаконично, чтобы всю красоту на себя взяли цветы, а не упаковка. Очень люблю таких покупателей, уважаю таких людей. Значит, за основу, как я говорила, у нас три розочки. С неё и начнём. И альстромерии, две штучки, то есть пять больших цветов. Значит, смотрите, что я здесь хотела вам отметить. Когда я делаю такие букетики из небольшого количества цветов, ребят, конечно, в идеале, мы же все флористы, мы должны всё ставить по спирали, да, все цветы. Но когда у вас там пять цветочков, ну, семь, допустим, цветов, порой нет смысла стоять и выкручивать эту спираль, потому что, потому что, потому что, ну, на пяти цветах спираль не видна абсолютно. Вам главное, чтобы букет выглядел интересно, чтобы букет, цветочки все были видны. И здесь я называю эту технику, знаете, я даже не знаю, как правильно, точнее, назвать её, я её никак не называю. Когда вы прикладываете цветы просто так, чтобы они красиво рядышком друг с другом смотрелись. И здесь можете забыть и про спираль, и про параллельную сборку. И если вам кто-то будет говорить, что это неправильно, то можете смело не обращать внимания на то, что вам говорят. Потому что, на самом деле, ну, ребят, ещё раз повторюсь, пять цветов в букете. Ну, глупо стоять и говорить, что вот-вот спираль и всё тут. Всё, я просто вот смотрю на букет так, как на него будет смотреть девушка, которая получит. И при этом, видите, просто прикладываю цветы. Я начинаю с самых основных, то есть я сначала расставила розу альстромерию, после чего я добавляю всю мелочь, которая у меня тут есть, чтобы она стала так, как меня она устраивает в этом букетике. Потом уже постепенно ухожу в самые-самые-самые мелкие цветочки. Добавляю уже их. Так, Янка тут шебуршит. Кстати, веточку вербы, я смело, смотрите, можно её разделить на две. И таким образом вы в букетик уже ставите не одну и обрезаете такую красоту, а можете оставить, уже получается две веточки. Я думаю, это вы, в принципе, должны знать и уметь. Вряд ли это что-то новое для вас. Кому нравится, ставит лайк. Янка очень всё за мои лайки переживает, всё их контролирует у меня на канале. Я уже давным-давно перестала на них смотреть, хотя каждый раз, конечно же, прошу вас мне поставить лайки. Но уже так, знаете, раньше я переживала, если дизлайк видела. Когда вы заводите свой канал на Ютуб, то Ютуб вам присылает обучающие видео. Как, что, на что реагировать, как, что правильно делать. И вот именно там я и узнала о том, что лайки и дизлайки Ютуб воспринимает как единое целое. И поэтому не так страшно, если вам там понаставили 10 дизлайков, потому что Ютуб это воспринял как 10 реакций на видео. И, соответственно, чем больше реакций на видео, тем выше в рейтинге, в топе будет ваше видео. Поэтому я спокойно говорю, ставьте, ребят, дизлайки, помогайте продвижению моего канала. Мне это приятно. Так, ну что, сейчас я чуть-чуть расставляю здесь уже лавандочку. И сейчас добавим, наверное, этого, не наверное, а добавлю еще лагуруса, чтобы он так у нас легкий такой был. Торчал из букетика с разных сторон. Вот, я думаю, как раз то, что просили, чтобы он был максимально смотрелся нежно, по-весеннему. В принципе, так у меня вроде и получается. Так, не могу держать нормально розу, до сих пор мучаюсь со своим пальцем, ребят. Но, но, я пожаловалась Наташе, своему косметологу, на свой палец. Так она мне с Вильнюса привезла лекарство, которое она сказала, что мне поможет вылечить. Но я к Наташе завтра еду, поэтому я уже не могу дождаться, когда я к ней подъеду, чтобы быстрее начинать уже мазать свой палец. До сих пор еще очень тяжело букет держать мне в руке, потому что как только попадает на мой этот палец больной, все сразу болит сильно. Это сколько уже времени, слышите, в декабре, в конце декабря она у меня появилась, и я до сих пор, до сих пор с ней мучаюсь, представляете, уже апрель скоро. Я подаваю. Подаваю? Ты мой юный подаван? Подавай. Ты мне знаешь, что подавай? Мне надо будет, Яночка, ленточка, чтобы перемотать. Какая? Самая простая, Яна, потому что это будет техническая перемотка, здесь не надо ничего навороченного. Можешь, в принципе, дай сюда и веревочку, здесь нету таких стеблей, которые мы можем прорвать, поэтому... Хватит. Все, хватит. Ну вот, смотрите, ребят, по-моему, он очень весенний нежный получился, мне нравится. Натешите, как вам. Все, сейчас я просто перематываю. Это он мелкий. Ну, так он уже маленький попросили. Перематываю, ставлю вазочку, и вот где-то через часик, когда уже за ним приедут, я его уже упакую. Упаковывать буду, чуть-чуть добавлю сюда нежно-нежно-голубого, ну, чтобы еще дать нежности этого тишью. И сделаю кулечек просто из бумаги. Ребяточки, сейчас уже должны буквально через секунду прибежать за букетом, поэтому быстро вам его показываю. Вот, ножки упаковала, чуть-чуть, как говорила, тишью, аккуратно на уголочек, потому что его будут еще везти в машине, перед тем, как дарить. Ну, и, соответственно, чтобы было удобно его положить, сзади обязательно должна быть такая большая упаковка. Видите, за счет этого цветы кладутся спокойно там на заднее сиденье, и ничего с ними не произойдет, потому что упаковка их защищает. Вот, вот такой вот у меня кулечек. Знаете, ребят, у меня такое ощущение, как будто моя Янка волшебный единорог, потому что она стащила баночку с блесточками моими, которые я там, ну, иногда на игрушечки там где-то подклеиваю, и что-то она с ней делала. В итоге я уже последний час хожу по магазину с метелкой, с совком, и везде, где вот ходит или сидит Яна, у меня везде сейчас эти блестки. Вот она сейчас побежала в аптеку, денежку разменивать, и я вот там, где она сидела, целый совок вымела этих блесточек. Ну, точно, волшебная моя девочка. Прям блестки вокруг нее. Ну что, поменяла? Да, только она одна десятка. А десятку стоит разменять или тоже? А может десятку съесть в магазин, где пиво продают, разменяешь? Я вот туда и бегала. А ты туда бегала, а в аптеке? А в аптеке перерыв? В аптеке нет. В аптеке там нет. Я бегала к Кристине, разменяла на пятерки и одну десятку, а сейчас пойду в салон. Может, там смогу я сменять. В салон на роликах? Ну, попробуй, но я не думаю, что тебя пустят в салон на роликах. Почему он, Янка, ищет мне мелкие деньги? Мои хорошие, у нас уже восьмой час. Сейчас с Яной мы уже будем закругляться. Спасибо всем, кто сегодня был вместе со мной в Инстаграм, кто задавал мне вопросы. Практически на все я ответила. По-моему, на один или на два не ответила. Еще было два вопроса одинаковых. Как мое самочувствие? Я на них не ответила, потому что я знаю, что я ответила здесь в видео. Я знаю, что вы смотрите также мой YouTube-канал, и свой ответ вы услышите здесь, в этом влоге. Вообще, мне понравилась эта идея, поэтому, в принципе, если вам тоже понравилось, то пишите свои вопросы. Либо давайте так, вы можете придумывать свои вопросы. И когда я буду работать, я периодически буду в Инстаграм писать, что давайте пообщаемся. И буду отвечать на ваши вопросы, когда будет свободное время. И второй вариант, который я хочу предложить для моих зрителей на канале YouTube, кто, например, не подписан на мой Инстаграм и не планирует на него подписываться, то для вас хочу предложить такой вариант. Давайте вы сегодня под этим видео позадаете мне вопросики на разную тему. Такие, где достаточно будут недлинные ответы. То есть, чтобы я вкратце могла ответить на ваш интересующий вопрос. Я отдельно для вас сниму видео «Вопрос-ответ». Сразу скажу, те вопросы, которые будут только по флористике, их я, скорее всего, отвечу в таком видео для своего канала по флористике «Творческая мастерская». Тем более, что там давно не было видео. Я знаю, что вы все ждете, вы подписываетесь, вы все в ожидании. Ребята, будут видео на этом канале тоже только на флористическую тематику. А здесь, как всегда, обо всем с вами разговариваем, потому что это жизнь. И мне нравится, что этот канал обо всем, что я могу с вами без ограничений всем делиться. И мне это безумно нравится, потому что мы все с вами люди разносторонние. Я никогда в жизни не поверю, что меня смотрят люди, которые зациклены только на одной, например, флористике. У которых абсолютно нет никаких интересов. Ни семья, ни покупки, ни готовка. Там, я не знаю, ни уборка, ни ремонт, ни что-то возвышенное, ни литература их не интересует. Ну, не поверю я, серьезно, что кроме флористики вы в жизни вообще ничем не увлекаетесь. Поэтому я, как человек все-таки разносторонний, и, как думаю, вы тоже, на этом канале буду отвечать на все вопросы, которые будут не касаться флористики. Ну, а флористика тогда будет отдельным видео. Договорились? Все. Готовлюсь я к видео-вопрос-ответ. Вам, если эта идея нравится, можете поставить лайк и начинайте писать, писать, писать комментарии. Пишите, пишите на них, тогда отвечу вам в отдельном видео. Вот такая у меня появилась идея, потому что, на самом деле, классно, классно побеседовали мы сегодня в Инстаграм. Мне понравилось. Так, все, мои хорошие, давайте тогда я сейчас закрываюсь потихонечку, все выключаю. Тут собираю свою Янку в охапку, и мы с ней едем в сторону дома, и оттуда уже с вами попрощаюсь. Договорились? Ну, что, мои ребяточки, все, у нас практически 8 часов, и я уже в машине, во дворе. Пока я искала парковку, Яночка там катается у нас здесь на площадке на роликах. И сейчас ее заберу, и пойдем уже домой готовить ужин, кушать, отдыхать. Я думаю, она тоже устала целый день все-таки, знаете, провести на работе. Она все-таки ребенок, ей хочется больше веселиться, отдыхать, ей все время было скучно. Она сегодня каждый раз мне говорила о том, мама, давай поиграем, мама, давай что-нибудь поделаем. Я, конечно, ее тоже понимаю, ну и я вымоталась. Причем, знаете, я сегодня брала с собой вязание, чтобы довязать зайчика, мне совсем чуть-чуть осталось. И я его не довязала. У меня не было даже ни одной секунды, чтобы сесть, взять крючок и повязать. Потому что, если у меня и попадалась свободная секунда, и я садилась, мне Янка все время находила, чем меня занять. Вот. Поэтому, ну, наверное, уже на выходных тоже не знаю, буду ли вязать у меня обучение. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Не буду загадывать. Вот как будет, так будет. Все, так, как должно быть, правильно? Ну что, мои хорошие, завтра обязательно с вами опять увидимся. Правда, не знаю, насколько много я смогу завтра снимать. День, в принципе, выходной, но есть много планов. Посмотрю, постараюсь вам что-нибудь заснять и показать. Потому что я же обещала опять-пять снимать влоги каждый-каждый день. Спасибо большое, что вы меня смотрите. Спасибо, что комментируете, ставите свои лайки. Спасибо за то, что вы всегда такие добрые, такие хорошие, такие понимающие мои любимые зрители. Я вас, конечно же, тоже очень люблю и очень ценю. Все, скоро увидимся. С вами была Оля. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok